Ведущий Александр Александрович Масляков Александр Александрович Масляков Ах, годы идут, а название Не меняется, видимо, ребята Знают какой-то секрет, потому что По-прежнему ему соответствует Команды Квен — молодость Красноярск АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Судя по всему, кто-то достал все-таки коньяк, и что-то сейчас такое начало происходить. Ну ладно, друзья, естественно, наверняка вы знаете, что на этот раз мы в Красноярске в рамках молодежной недели КМФ. Сегодня мы подводим итоги работы Красноярского молодежного форума и завершаем Кубком КВН череду ярких событий последних дней. В этом году Кубок Красноярска по КВН проходит в поддержку Всемирной зимней универсиады 2019 года. Еще раз поздравим Красноярск с победой в праве проведения этого замечательного мероприятия. Универсиады – это международные спортивные соревнования среди студентов, проводимые под эгидой Международной федерации студенческого спорта ФИСУ. Сайт kmforum.ru – все необходимые ресурсы для реализации твоей идеи. Кубок по КВН в Красноярске всегда был мероприятием статусным, и мы рады приветствовать почетных гостей нашего сегодняшнего вечера. Прежде всего, это первый заместитель губернатора Красноярского края, руководитель администрации Красноярского края Сергей Александрович Пономаренко. И глава города Красноярска Эдхам Шукревич Акбулатов. Ну что же, друзья, естественно, соревновательный момент должен поддержать наш сегодняшний вечер, потому что без соревнования КВН теряет смысл. Для этого у нас должно быть жюри, потому что кубок один, а команд пять, соответственно, должен быть кто-то, кто решит, кому же этот самый кубок достанется. Впрочем, я знаю, кому, но не скажу. Тем не менее, о нашего... Что? Что, ты хочешь кубок, да? Заявки принимаются. Я в этот раз не так алчен, как в прошлый. Вот, поэтому жду вас. Итак, собственно, наш уважаемый жюри, заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Клешко Алексей Михайлович. Заместитель директора правового департамента Министерства спорта Российской Федерации Кирилл Анатольевич Орлов. Дальше, действительно, настоящая звезда спорта, и вы должны его тоже подтвердить, друзья, российский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион, посол, кстати говоря, как и я, посол универсиады 2019 года, Евгений Романович Устюгов, господа. Председатель Совета Директоров ООО ПКФ «Крепость» Александр Самуилович Кангун. Заместитель руководителя Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Константин Юрьевич Гуреев. Проректор по молодежной политике Сибирского федерального университета, а в прошлом участник команды КВН «Левый берег» Роман Богданов. И заместитель генерального директора телевизионного творческого мнения АМИК, компания, которая производит КВН, в общем-то, можно так сказать. А в прошлом участник культовой команды КВН «Кукушкины дети» Рубен Грантович Портевян. Кукушкины дети – финалисты высшей лиги сезона 98-го года. Друзья, приветствуем эту команду. Отдельно скажем ей спасибо за ее большой вклад в КВН. За что? За ее название, да. За ее название тоже отдельное спасибо. Сегодня командам предстоит сыграть классическую игру. Нас ждет приветствие, разминка и фристайл. Ну, что сказать, в общем, друзья. Ни пуха вам, ни пера. Итак, первый конкурс, как я уже анонсировал, это будет приветствие. Сегодня приветствие будет темой. Звучит она так. Красноярск, центр России. И это не просто слова. Наверняка вы знаете, что в 2014 году Красноярскому краю исполнилось 80 лет. Красноярский край, второй по площади субъект Российской Федерации. И на мой взгляд, я точно не помню цифр, но примерно так с Европу, вот со всю Европу. Красноярский край, второй по площади субъект Российской Федерации. Это край богатых культурных традиций. Это образовательный и научный центр России. Край удивительной природы. Это край, который подарил нам замечательных и известных деятелей культуры и искусства многих олимпийских чемпионов. Итак, тема приветствия. Красноярск, центр России. И начинает команда «Молодость». Красноярск. Ну что, Красноярск, встречим землячков как следует. Давайте раскачаем эту зиму. Это классная песня, это лучший концертный зал. Молодость Красноярска, если кто-то нас не узнал. Добрый вечер. На сцене команда «Квен Молдость». Глядя на наши новые костюмы, сразу становится понятно, что нас поддерживает не только мэр города Красноярска, но и костюм мэр города Красноярска. Ну, давайте о себе. Если вам 30 лет, а вашему сыну 12, значит, ваша молодость была такая же короткая, как Роман. В смысле короткая? А, это вы типа угораете, да, надо мной? Ну, сами выступайте на этом кубке, я пошел. Это был короткий Роман. Че, офигели что ли? Рома, Рома, спокойно. Спокойся, выпусти пар. Все, себя повеселили, давайте людей повеселим. Танцуем под Буланово, вспоминая молодость. Ну что, кто номера объявлять будет? Я предлагаю, чтобы объявлял Виталий Красноараменский. У него и фамилия красивая, и говорит он, очень красиво. Согласен. Виталька, давай. Дорогие друзья, все мы с вами живем в Красноярске. А как известно, в Красноярске скоро пройдет ее величество универсиада. Универсиада, это богат. В Красноярской дирекции универсиады. Ну что, дорогие коллеги, значит, к нам. В 2019 году на открытие универсиады приедет огромное количество звезд шоу-бизнеса. Но утвердить их райдеры необходимо прямо сейчас. Давайте, значит, прямо по списку. Так, Григорий Лепс, ну здесь все понятно, да? Рюмка, водка и стол. Значит, Басков попросил два лари-лалай, один овощной, один мясной. Найдем. Так, Юрий Лоза. Он просил плов. Какой плов? Маленький плов. Александр, я связался с Любой Успенской. Держись, браток. Да я не в том смысле. Я позвонил Любе Успенской. Она будет. Так, так, мы никого не забыли? Еще Гарик Сукачев и Максим Галкин. Так, что там у Сукачева? Бабушка, трубка и табак. А у Галкина? Бабушка, трубка и табак. Все отлично. Так, с этим разобрались. Что у нас непосредственно по открытию? А, ну тут я все придумал. Значит, ровно в 20.19 пушка на покровке выстреливает Дмитрием Нагиевым прямо на сцену. А потом? А потом Буланова. Здорово! Так, стоп. Саша, что у тебя в руках за пампушки? Ну как, Никита? Ты вот лидер нашей команды? Так. А я чир-лидер. Дайте мне К, дайте мне Б. Так, стоп. Виталя, объявляй. Дорогие друзья, все мы с вами живем в России. А как известно, Россия — это страна больших возможностей. Но когда ты живешь в стране... Очень-очень-очень многодетная мать. Здравствуйте. Я из школы, ваш сын себя плохо ведет на переменах. Ой, который? Денис. Который Денис? Иванович Аркадьевич Семенович. Аркадьевич? Который? Иванов, Севцов, Зиновьев. Иванов? Который? Старший, младший? Так откуда же я знаю женщина? 2004 года рождения. Январский, ноябрьский. Да январский! Этот? Нет. Вот этот? Нет. Вот этот? Ну это же кошка. Я проверял, смотрите вы или нет. Этот? Нет. Вот этот? Да нет. Ну-ка подождите, покажите предыдущего. Ну где я вам его сейчас тут найду? Ну вот, уже лучше. Но меня попросили, чтобы мы показали номер про семью. Кто тебя вообще такой попросил? Масляков. Ой, который? Старший, младший? Андрей, попросил, надо показывать. Виталя, объявляй. Дорогие друзья, главное в нашей жизни это, конечно же... Виталя, ну почему так долго? Что нельзя объявить как-то... Короче. Рома, давай ты. На любом застолье родители никогда не упустят возможность, чтобы похвалить своих детей. Не, кикбоксинг это, конечно, круто. А вот у нас, доча, танцами занимается. Дочь, покажи, дядь Гриша, чему вас там научили. Пап, может не надо? Давай, давай, заодно и мы с мамой посмотрим. Я аж про холодец вспомнила. Ну вот, спасибо, хороший номер. Я извиняюсь, а вы не боитесь такие номера показывать? Ты чё трус-то такой? Тебе бы прям храбрости поднабраться, я не знаю. Хоть к Гудвину иди. А чё ходить? 21 век. Здравствуйте, доставка Гудвин. Ого. Кто заказывал храбрость? Ну, наверное, возможно, и я. Так, держи. А кто заказывал мозги? Ну, понятно, кто. Вот же горилла стоит, но... О, сейчас начнётся, я пошёл. Так, короче. Чё? Да не ты. Всё. Вы двое выпустили пар. А ты чё раскомандовался? Я тут самый сильный, значит, я тут самый главный. Да? Вообще-то в этом зале есть люди и поглавнее тебя. Между прочим, на игре присутствует глава нашего города. Вот он самый главный. Да? Ну, тогда пусть встанет и докажет это. Это Хан Шукриевич. Ну, вы же понимаете, это КВН, шутки. Мы же всё придумали. Чё ты молчишь? Скажи чё. Дорогие друзья, еле съехал. Давайте подытожим. Можно мне сказать, просто накипело прям вот. Недавно ходил в ночной клуб, а он битком набит прям. Там человек 300. И это во вторник. Главное, все выпивают, веселятся. А завтра ж всем на работу. Да я понимаю, просто ситуация сейчас в стране такая позволяющая. Ну что ж, эту песню мы посвящаем нашему любимому КВНу. Мой ненаглядный, я твоя. Мой ненаглядный, жизнь моя. Знает лишь небо, как тебя люблю я. Друзья, живите долго, вспоминайте молодость. Молодость, куда уходит молодость? Спеша, какой тропой? Команда КВН «Молодость» благодарит главу города Красноярска Эдхама Шукаревича Акбулатова за поддержку и развитие движения КВН в городе. Собственно, наверное, не только за это должны благодарить ребята Эдхама Шукаревича, за то, что им по юмору тоже помогает. А также исполняющего обязанности ректора Красноярского государственного аграрного университета Пыжикову Наталью Ивановну. Друзья, продолжаем. На сцену выходит команда уже заслуженная. Команда, которая выиграла практически все, что можно и всем все доказала в КВН и за его пределами, в принципе, тоже. Команда играет в КВН давно и успешно. Чемпионы премьер-лиги, почти чемпионы высшей лиги. В общем, очень знаменитая и известная команда. Пора по парам. МГИМО, Москва. Добрый вечер, друзья! Привет, Красноярск! Вы знаете, сегодня очень ответственное мероприятие, поэтому начнет наше выступление министр иностранных дел России Сергей Лавров. Встречайте. Уважаемые друзья, и сразу хотелось бы обратиться к Бараку Обаме. Уважаемый Барак, вы сейчас много вводите санкций в отношении Российской Федерации, и мы хотели бы обратиться, не выразив, позицию всего МИДа. Уважаемый Барак Обама, мы ваши санкции Возьмем во внимание. Как вы понимаете, сегодня мы хотели всех удивить, поэтому Айо, Еди Джей, добавь децибел. Это рэп от Министерства иностранных дел. Впервые в КВНе такая ситуация! МС Лавров для Российской Федерации! Мы всегда найдем язык с любыми нациями! Договоримся с политистами! Абансами! Знают КВНы с пневмо, ребята! Ну как его объяснить? Безработные дипломаты! Кто-то скажет, рэп это не твое! Ага! А я отвечу, будем с ней в отмене парень на нее! А к черту дипломатию, мать его! МС Лавров, Мегабелл, встречайте, я! Найдя, 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 Сергей, Викторович, поехали в Красноярск! Ну что, дипломаты, собрались? Эй! Друзья, самая стрессовая ситуация для любого красноярского родителя, это быть со своим ребенком на кассе в магазине и ничего ему не купить! Папа-папа-папа-папочка, любименький мой! Самый красивый из рыжеволосых отцов моих родненьких! Кривинушка моя ненаглядная! О, создатель! Ты видел когда-нибудь такую красивую шоколадку? Я вот нет! Ух ты опять на меня смотрят! Так, не перебивай себе аппетит! Потому что дома нас ждет что? Борщ! А борщ вкусный и? Горячий! Молодец! Так, кто-то обещал маме хорошо себя вести в магазине! Кто-то обещал маме себя хорошо вести в Турции! Так, пробейте шоколадку! И мармеладных мисей! И сигарет! Турции-турции! И сигарет тоже давай! Гентаро! Друзья, представьте, встреча выпускников в обычной средней школе! Здорово! 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 Мы посмотрели, люди в Красноярске живут очень-очень хорошо. Поэтому представьте, самый-самый бедный двор Игарка. Пас, пас, пас. На меня пас, футбол, бах. И пас, пас. Пас на меня, на меня пас. Витя, домой. Витя, ну оставь мяч-то. Ты че, он новый? Да смысл? Друзья, в каждом российском дворе в три часа ночи появляется такой чувак на тонированной восьмерке. Эй, сделай музыку потише, весь подъезд уже спит. Алло, парень, ты глухой там че, я не понял, а? Выключай музыку, я сказал. Не, ну он, походу, вообще ничего не понимает. Выключи музыку, придурок. Я сейчас полицию вызову, эй! Здравия желаю, младший лейтенант, мальчик молодой, есть такая песня, какая-то фигня. А сейчас очень опасная политическая миниатюра. Представьте, ведущий новостей оговорился и назвал Путина Юрием. Пшшш, ничего страшного, Иван, бывает, соберись. Собрался? Фу, да, вроде собрался. Выходи, за тобой приехали. Да я шучу, давай по тексту. Я же почти увидел глаза Иисуса. Поехали, да, готов, Серёж. Ещё раз здравствуй, дорогие друзья. Сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Трутик. Ты уволен! Друзья, а теперь давайте посмотрим случай возле роддома. Блин, чё-то я волнуюсь. Чё волнуешься, первый раз, что ли? Ага. Да не волнуйся, нам лучше сигарету покурить. Сигарету? Ну а чё? Блин, всё равно волнуешься. Да я тебе говорю, не волнуйся, нам лучше коньячка выпить. Коньяк? Ну а чё? Блин, всё равно волнуюсь. Иванова рожать. Ну, я пошла. Давай, удачи тебе! Иванова! Поздравляю тебя! Продолжим, друзья. Как правило, люди в школьном возрасте очень часто врут, но делают это не очень умело. Ваня, сынок, иди сюда, пожалуйста. Да, мамулечка, привет, папулечка. Вань, ты был сегодня в школе? Точно? Да. Какие уроки у вас сегодня были в школе? Математическая, физика. Расскажи нам с папой какой-нибудь закон физики. Любое тело, погружённое в массу, равно ускорению свободного падения вообще. И что ты получил за этот потрясающий ответ? Пять. Вань, мне звонила Наталья Борисовна. Четыре. Наталья Борисовна сказала, что тебя не было в школе вчера, сегодня и позавчера. Ой, ты у самой не была. Да что ты с ним церемонишься, мать? Где ты был эти три дня? А ты? На работе. Точно? Да. Друзья, перенесёмся в студию кабельного телевидения города Сочи. Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире программа «Есть ли жизнь после Олимпиады?» И у нас сегодня очень интересный гость. Здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Кирилл... Орлов. Дорогие друзья, именно Кирилл отвечал за раскрытие Пятого Олимпийского кольца. Расскажите свои ощущения. Ну, как говорится, все живы, слава богу. А вы после этого случая стали заикаться? Нет, до этого я вообще не мой был. А после чего стали заикаться? Да после фразы Путина «Чего ты мне тут рисуешь? Скажи нормально!» Ладно, сменим тему. Что еще нового вы узнали на Олимпиаде? То, что Константин Эрсон может бежать по лесу 10 километров. Как вы это поняли? Я бежал от него, и это видно. Ребят, ну мы же просили некоторые вопросы не поднимать. Ну, ну вот опять пульса нет. Кто-нибудь скоро вызовет, я не знаю. Очень часто, устраиваясь на работу, люди врут о своих способностях. Но потом им может это аукнуться. Здравствуйте, Вадим Игоревич. Вы звали меня? Здравствуйте, Иван. У вас в резюме написано, что вы свободно владеете английским. Это так? Отлично. У вас есть возможность это доказать, потому что наш переводчик заболел. В смысле сейчас? Сейчас, да. Гутенабан. Здравствуйте, Джон. Hello, стюр. Присматриваемся как-то. Скажите, пожалуйста, сколько долгосрочных контрактов вы готовы заключить с нашей компанией? С нашей компанией? Именно долгосрочных, да? Да. То есть не желтых, yellow. Просто мне кажется, так интересно. Yellow contract. Okay. How many contracts can you... Что модельный глагол? Can you? Can you? Can you? Can you? С нашей, да, компанией? Блэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ по ходу дела развод какой развод скажите ему что мы готовы пойти на любые уступки можно пару слов словаре буквально смотреть только донесите до него что мы готовы пойти на любые уступки лежбище молитва не поможет увы так с таким английским вы закончили мгимо у вас написано английский испанский итальянский спешек а к спешек прошлый синге более старта аррига с между фан то вирScott продажи до опортофанту фандунки а парами так пошел отсюда придурок Друзья, каждый из нас хоть раз в жизни оставался ночевать у лучшего друга. Итак, представьте, Дмитрий Анатольевич Медведев ночует у Владимира Путина. Вов. Вов. Вовчик. Вован. Волонтер. Вов, а. Вов. Чего тебе? Можно вопрос? Ну, говори. А ты ругаться не будешь? Ну, давай. Просто раньше много людей было, я стеснялся спросить, а чё такое санкции? Так ты чё не спишь? Да чё-то не спится. Конечно, тебе не зимняя олимпиада. Алло. Я у Вовы. Скажи, что я у тебя. Да, здравствуйте, он у меня. Он у меня. Зюганов. Какая тебе нахрен разница, где он, а? Сейчас, погодите. Как в Тетрисе фигурки переворачивать? Большая жёлтая кнопка. Большая жёлтая кнопка. Да, как фурацелин, да-да. Всё, давай. Насмешил пенсионер там. Вов. Вов. Чего? Я тут недавно на Кипре был с женой. Ну, ну. Слушай, там море классное. Русских много. Цены низкие. Может быть, мы и Кипр? Ты дурак, что ли? Никому об этом не говори. Понял? Никому. Это всем россиянам, как бы, подарок на Новый год. Есть ощущение, что это наше последнее выступление в КВН. Возможно. До свидания. До свидания. Друзья, а закончить мы хотели бы словами Елены Малышевой. Дорогие мужчинки. Что ха-ха-та? Знаете, за окном минус 14. Поэтому давайте не выпендриваться и одевать кольцончики. Здоровья вам. Я благодарен КВНу за друзей. И за улыбки моих родителей. За эти самые счастливые моменты. За место, где мы, друзья и конкуренты. За эти миллионы городов событий. За то, что было множество открытий. Но вот настал момент, нам пора. Спасибо, большая игра. Пообещай нам. И не забывай почаще улыбаться. Просто вспомни сезон 2013. Эй, гимон. Эй, эй, пара по парам. Эй, гимон. Спасибо, большая игра. Команда, которая следующая выйдет на эту сцену, уже два года играет в высшей лиге. В этом году они дошли до полуфинала. Надеюсь, что в следующем, скорее всего, они будут претендовать уже на самый высокий титул нашего клуба. Встречайте, наверняка, любимцы публики. На сцене команда КВН. Плохая компания. Сборная Красноярского края. В России, в России, в России, край заботы, достатка и доброты людей. В этом, да, в 30 плюс, а зимой минус. Там, где красавец, течет Енисей. Там, где родился наш гений Астапьев. Вместе которым вознел Дубинской. Город любви, порядка и счастья. В крае Сибирска, с щедрой тайгой. Три миллиона людей, 23 города. Сотни поселков, станиц, деревень. Только одна в них плохая компания. Но из хороших и честных людей. Манкстер! Здравствуйте, уважаемые. Перед вами плохая компания. Мы не зря показали видеоролик, потому... Господи, но я же человеческим языком объясняю. У нас серьезное мероприятие. Отпусти его, пожалуйста. Ладно, свободен. Ребят, ну, почему у нас опять с самого начала все не задалось? Может быть, напомнить, что это уже третий кубок, проходящий в нашем городе? А сам кубок в этом городе не задерживается. Он уезжает с другими командами. Ну, может, они просто переживают, что дадут нам кубок, а мы его толкнем. Почему решили, что его можно так просто толкнуть? Это же не самолет. Ладно, давайте вы будете хлопать, а мы будем петь. С края Таёжного! Сердце страны! Дети районов! Провидцы, сыны! Невероятно! Но все-таки факт! Уличный юмор! Но взрослый взгляд! Красноярск! Плохая компания! Ну, давайте похулиганим! Ну, что ж, друзья, еще раз здравствуйте! Ну, и так как мы плохая компания, мы начнем со случая в самом-самом криминальном районе. Это ну куда? Друзья, представьте, парень привел девушку к себе на работу. Ну, вот мы здесь и работаю. Кстати, сколько время? 12 часов. Ну, все, я целый день свободен. Куда пойдем? Друзья, наш город стремительно развивается. Скоро мы проведем зимнюю универсиаду. И еще в нашем городе скоро откроется Макдональдс. Ну, что ж, друзья, я рад приветствовать вас на открытии Макдональдс. Николай Степанович, перерезайте ленточку. Перерезайте, давайте. Ну, что ж, начнем хулиганить. Пацанам на мальчишник досталась, ну, очень талантливая стриптизерша. Браво, браво. Ну, осталось всего 15 минут. Давайте уже перейдем к действу. You make me crazy. Ах, зараза, красиво поем. Продолжаем. Мужички решили поехать на рыбалку, и один из них взял с собой сына. Хорошо на рыбалке, да, Михалыч? А тебе сына нравится? Ага, нравится. О, пап, а можно я свою музыку в машине поставлю? Поделай, что хочешь, мы на природе, в конце концов. Молодежь! Че сидишь? Собирай рыбу, всплыла вон вся. Друзья, продолжаем хулиганить. Одна из наших любимых миниатюр. Полицейские просыпали в машине вещественные доказательства. Друзья, продолжаем хулиганить. Дорогие друзья, отправляясь на отдых, самое главное – это правильно рассчитать силы собственного организма. Итак, чартерный рейс Красноярск-Анталия. Мужчина, пристегнитесь, скоро взлетаем. Хорошо, молодой человек, а можно у меня что-нибудь покрепче для храбрости? Я очень боюсь летать. Да, конечно, держите. Спасибо. Уважаемые пассажиры, мы попали в зону турбулентности. Дорогой, хорошо, что номер с кондиционером. Семёныч, давай назад, ты его не переплывёшь. Так, а зачем ты павлина в номер принёс? Мужчина, руки уберите, я замужем. Оля, вспоминай, где паспорт. Мы совершили посадку в аэропорту Шереметьево. Ну, как вам Турция? Очень на Египет похоже. Продолжаем. Красноярские мужички узнали, что универсиада пройдёт у нас, и дабы отметить это событие, решили впервые в гараже сварить глинтвейн. Не, ну, сангрия же нормально получилась в прошлую субботу. Тут что не так? О чём последнее сказал? Терпковато. Мужики, ну, может, у него аллергия на корицу? Человеком и вашку литрами пил, а тут аллергия на корицу. Ну, значит, мы где-то ошиблись, надо по списку проверять. Давай. Вино. Ну, какое вино? Ну, водка. Нормально. Апельсиновая кожура? Ну, картофельная. Пойдёт? Вода? Тут строго по рецепту. О, Михалыч, живой. Геннадьевич, дрель твоя вон на той полке лежит. Это ты как узнал? Я сейчас над телом летал. Дорогие друзья, абсолютно все мужчины боятся доверить женщине автомобиль. Но и у девушек есть дорогая им техника. Так, Коля, давай повторим всё сначала. Что делаем в первую очередь? Сначала загружаем бельё в стиральную машинку. Так. Потом закрываем дверцу. Что ты ей хлопаешь, как холодильником? Можно же спокойненько, вот. Дальше. Дальше засыпаем порошок. Куда для ручной стирки написано же автомат? Не реви. Ну, что ты начинаешь орать, у меня из рук всё валится. Хорошо, извини. Давай дальше. Дальше ставим на 60 градусов. Ты хочешь, чтоб полиняло всё к хренам? Ну, ты мне купи сначала нормальную машинку, импортную, у меня ничего не получается. Сначала на этой отечественной научись. Импорт. Всё, иди, я достираю. Алё, привет, Надь. Ага, стираем. Да не говори, обезьяна с мылом. О, с микроволновкой-то разберёшься. Ты гляди, мастер. Галя. А? Вытащи меня отсюда, пожалуйста. Вот блудурок. Ну и напоследок. Слава богу, что организацию проведения универсиады 2019 доверили грамотным, опытным людям, а не таким вот комичным персонажам. Зиночка, позови, пожалуйста, наш творческий отдел. Здравствуйте, Николай Степанович, здрасте. Здравствуйте. Я вас просил к универсиаде все названия улиц и наших заведений города переименовать, а точнее перевести на английский язык, ну, чтобы студентам иностранным было удобно. Вы это сделали? Конечно. Вот что означал этот крестик. Конечно, сделали, всё готово, мы вам по почте вышли. Не-не, давайте-ка на месте разбираться. Без проблем, давайте. Ну давайте, раз уж вы сделали всё, скажите, пожалуйста, как по-английски будет улица Взлётная? Кроссейр Стрит. Так кроссейр больше не существует. Ну вот и название освободилось прекрасно. Кроссейр Стрит. Хорошо. Водопьянова. Дринкин Водка Стрит. Воронову. Каркар Стрит. 26 бакинских комиссаров. 26 Кавказиан Фанни Гайс. А? Хорошо. Вопрос на засыпку. Николаевка. Лали-Валаевка. Ты чушь-то не неси. Заткнись сам, попробуй. Хорошо. Как у нас будет называться коммунальный мост? Пробка-бридж. Октябрьский мост. Секонд-пробка-бридж. Ну, следуя вашей логике, четвёртый мост тоже будет пробка-бридж, да? Но пока он не достроен, пока он метро-бридж. Хорошо, как у нас будет называться заведение свинья и бисер? Пиг энд Сваровский. То есть баран и бисер — это шип энд Сваровский, да? Вот видите, вы уже втянулись. Вот это очень плохо, кстати. Как будет называться ТРЦ Комсомол? Как по-английски «богом забытое место»? Богучаны. Ты в своём уме, какие богучаны? Зе богучаны. Зе богучаны. Хорошо, перейдём к самому сложному. Как по-английски будет «смайк»? Гамбургер. Гамбургер? Нет, не гамбургер. Гамбургер. Фёст гамбургер, секонд гамбургер. Гамбургер with siren. Ну, понятно, да. А как будет называться наш знаменитый энергетический напиток «Флэш»? Как будет «бёрн» для бедных? Чип-бёрн. Чип-бёрн. Футбольный клуб «Енисей» — чип-барселона. Ну, тоже логика, понятно. А как будет называться «Аян»? Как лось по-английски. Бульвинкаль. Бульвинкаль-дринк. Would you like Bульвинкаль-дринк? No thanks, I'm закодирован. Ну, хорошо, а тогда «Ханкуль» там тоже лось изображён. Бульвинкаль-дринк without алкоголь. Ну, если вы думаете, что вы сейчас отмазались, то очень зря, потому что у меня осталось последнее. Как по-английски будет «капитошка». Пристрелите меня. Что ж, уважаемые, в конце хотелось бы ещё раз вернуться к теме универсиады. И с этой сцены обратиться к владельцам гостиниц, водителям такси и работникам общепита. Да, поздравляем, это будет ваша зима. Спасибо, плохая компания. Команда «Квен Плохая Компания» благодарит за поддержку губернатора Красноярского края Виктора Александровича Толоконского. Продолжаем, друзья. На сцене команда, которая не важно, что говорит, а важно, как говорит. Это «Саратов», господа. Добрый вечер, Красноярск. Вас приветствует «Саратов», команда из города, в котором живёт 800 тысяч человек и парень с красивым голосом. У нас в Саратове родились и уехали такие знаменитые люди, как Олег Табаков. Кирилл, ты сейчас опять будешь издеваться над нашим городом? Ну, хоть бы раз людям рассказал то, чем действительно славится наш город. Вот у нас первый в России стационарный цирк, наша знаменитая саратовская консерватория. Это же уникальные вещи. Да, но у нас в Саратове есть и другие уникальные вещи. Самая холодная, горячая вода. Скульптура «Терпящий мальчик», так называемый «Сухой фонтан». Центр планирования ухода из семьи. Ну и, наконец, наш легендарный социальный пляж для бездомных, так называемый «Бич-Бич». Кирилл, ты что такое говоришь? Не важно, что я говорю, важно, как я это говорю. И как написано на центральном стадионе города Саратова, «Быстрее, выше, сильнее, лысый». Это Саратов, господа, начинаем. Друзья, и для начала представьте, программа «Проверка на верность» зашла слишком далеко. Александр, вы попросили нас проверить вашу девушку Ольгу. Прошло два года. Ольга вышла замуж за нашего актера Андрея, и у них родился сын. Вы не понимаете, она меня любит, она одумается. Ну, конечно. Настало время раскрыть карты. Ольга, это программа «Проверка на верность», и все это время с вами жил наш актер Андрей. Дорогой, ты все неправильно понял, я все объясню. Саратов — очень открытый город, поэтому на прием к нашему мэру может прийти абсолютно любой человек. Даже такой. Здрасте! Здрасте! Я просто после рыбалки только что у нас там мужик утонул. Какой мужик? Ну, где-то, наверное, вот такой вот. Ну, не суть. А Колька, главное, депутат, стоит на берегу и ржет. Подождите, он что, действительно депутат? Да нет, он просто на машине человека пьяный сбил, и ему за это ничего не было. Ну, мы так, депутат-депутат, и привязалось. Ну, а вы, собственно, по какому вопросу? Ах, да, я просто трудовиком работаю. Вот, зарплата маленькая, я кредитов наберу, судебные приставы придут, все табуретки опишут, я новых наделаю, так и живем, в общем. Ну, хорошо, все понятно, ступайте. А, у вас тут все быстро? А, это, кстати, машин, джип такой черный большой, это ваш там стоит? Мой. А вы сейчас в какую сторону поедете? Ах, шутка! Зима — это то время, когда необходимо особенно тщательно следить за своим здоровьем. Никто не обращал внимания, а мы заметили, что врачи разговаривают только глаголами. Входите! Вставайте! Раздевайтесь! Дышите! Не дышите! Одевайтесь! Садитесь! Курите! Бросайте! Смотрите! Купите! И принимайте! Держите! Охренеть! Ну, не болейте! Ступайте! Возьмите! Оставьте! Не, оставьте, оставьте! Ступайте! Пригласите! Входите! Какой бы хорошей ни была ваша работа, все равно возникают такие разговоры. Итак, на заседании в Госдуме. Дорогие мои коллеги, я благодарю за приглашение. Мужики! Ммм. Я, походу, короче, это, уволюсь. О, чё так. Да здесь вообще ни о чём. Это да. Не доело горбать на чужого дядю. Во-во. Вон Семёнову хорошо. Он прям за Валуевым сидит. Его вообще не видно. А он вообще пришёл? А он и не пришёл. Уважаемые депутаты, начинаем голосование. Давайте все за. Давайте все за. 283 против, трое за. Нет, мужики, я теперь точно уволюсь. Друзья, сейчас представьте. У нас в Саратове 65-летнему министру молодёжной политики написали речь максимально понятную молодёжи. Спасибо. Уважаемые типы и чики. Короче, чё кого. Сразу хотелось бы ответить на ваш вопрос «А чё по деньгам?» Отныне во всех шарагах степуха станет больше. На пятихат. А у ботанов на рубль. Министерство культуры проотвечалось. И на день города к нам приедет Аркадий Укупник. Да, я секу, что это шляпа. Я набрал Губеру, но он абонент, не абонент. Мероприятие пройдёт с 17.00 и до Талова. Но алкоголя не будет. Говорите, говорите. Синька, чмо. Всем пи. Спасибо большое. Друзья, представьте, ночь, горит здание ЖЭКа, пожарные. Есть бог, да? Может, начнём тушить? Да не торопись ты. Пусть люди хоровод доведут. А здесь же пожар не первый раз. Лет пять назад тут налоговое горело. Гиблое место. Смотри, бежит, смотри. Светлячок. Это, кстати, какую причину возгорания будем писать? Не знаю. Пиши. Со стыда. Со стыда. Ну, это же, ну, понятно, что можно... Знаменитый французский актёр Жерар Депардье вернулся домой во Францию и рассказывает своим друзьям о России. Больше всего в России меня поразили три вещи. Это русские девушки, русский мороз и плацкарт. Плацкарт? Что есть плацкарт? Помнишь, передача Форт Боярд? Уй! Испытание. Вот плацкарт это такое же испытание только в поезд. Русские не могут просто перемещаться из одного пункта в другой без испытания. Кстати, в России мне подарили Лада Калина. Лада Калина? Да-да, это такой персональный плацкарт. Ну, как бы, помню. Пьер, специально для тебя подарок из России знаменитый русский ручка. Жевьер, чернила текут и отсюда, и отсюда с двух сторон. Спасибо. О, но-но-но. Сочтемся, братан. Сочтемся, братан. Кстати, я был в Красноярске и представляете, у них тоже есть Эйфелева башня. Но у них там очень холодно, наверное, поэтому она такая маленькая. Россия удивительная страна. Президент России лично вручил мне паспорт, мне подарили квартиру в Чечне, в Саранске, и после этого ко мне домой приходят два человека с брошюрами и спрашивают меня, верю ли я в Бога. Ну, конечно, я верю в Бога, Россия. Друзья, дело в том, что сейчас в России набирает популярность новый тренд футболки с изображением Владимира Путина. Итак, представьте, в одном из таких магазинов. Ну что, брать, не брать? Ну, конечно, это новый тренд, сейчас так все ходят. Ну, кто все-то? Ну, вот смотрите, например, на открытии магазина Микки Рурк в майке с Путиным. Ну и все. Нет. Представьте, Леонель Месси забивает гол, а под майкой у него майка с Путиным. Кстати, именно она позволяет ему больше забивать. И специально поэтому к чемпионату мира по футболу 2018 года вот сборная России в майках с Путиным. И что, это поможет им побеждать? Нет. Но, во-первых, это будет лишний раз напоминать Фабио Капелло с кем он, если что, будет иметь дело. А во-вторых, теперь хоть кто-то будет обмениваться футболками с Александром Киржаковым. Да ну, не может быть. Не может быть вот этого. Дмитрий Нагиев в майке с Путиным. Ну, или вот, например, Анна Семенович. Кстати, это единственная майка, на которой президент улыбается. Но и из актуального. Ангела Меркель в майке с Путиным. Да это вообще ерунда, она ее никогда не наденет. Нет, но сейчас-то, конечно, не наденет, а вот начнет холодать, они и майку с Путиным, и свитер с Путиным, и шубу с Путиным наденут. Они у нас все наденут. Русские люди могут выражать свои мысли, находясь абсолютно в любом состоянии. Но, к сожалению, мы не всегда их понимаем. Команда «Саратов» представляет вашему вниманию первый в мире пьяно-русский разговорник. Нет. Да. О, боже, какая красивая девушка. Но недоступная. Я тебя люблю. Еще пиво. Евросоюз ввел санкции против России. Россия ввела санкции против Евросоюза. А вот это я считаю правильно. Абсолютно правильно. Это верно. Спасибо за внимание. Дорогие друзья, мало кто знает, но у нас в Саратове учился и вырос Юрий Гагарин. Это насколько же сильно человеку хотелось уехать из Саратова. Что он первый полетел в космос. На сцене была команда «Саратов». Команда, которую интересно смотреть. И приятно слушать. Спасибо. Спасибо. Продолжаем. Завершают приветствия и пятыми по счету выходят на эту сцену настоящие монстры юмора. Сборная Камызякского края по КВН. Астраханская область. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы все еще рисуем усы. Все еще те же в Камызякские ипцы. Все еще пишут, в день попали, шутят. Ты понял, зритель, мы все еще в Камызяк. Нет, это не Сережа Лазарев и не Дима Билан. Это команда «Намбурман». Поверьте, наших мам. Мы к вам заехали на час. А ну, скорее, любите нас. Вам крупно повезло. Выше рубль, Красноярск. А что это за город? Такие все прекрасные. Наверное, мы в Майами. А это новый хит, как два кусочка колбаски. Вот такая комбинация. Красноярск, здравствуй. Мы все еще рисуем усы. Все еще те же Камызякские ипцы. Все еще пишут, в день попали, шутят. Ты понял, зритель, мы все еще Камызяк. Мы все еще рисуем усы. Все еще те же Камызякские ипцы. Все еще пишут, в день попали, шутят. Ты понял, зритель, мы все еще Камызяк. Давай, Дорохов. Мы все еще Камызяк. Мы все еще Камызят, мы все еще Камызят. Сейчас будет смешно. Давай, пацаны, начинайте. Поехали! Нифига себе, а ну-ка еще раз давайте. Не показалось, оказывается? Вы что устроили, елки-палки? Такое прекрасное мероприятие. Развелитесь, балаган. Ведете себя как эти придурки. Извини, мальчишка, тебя показал. Что на самом деле, ты как вообще сюда приехал? Мы уже все деньги забрали. Ты где деньги взял? Где-где? В голове, смотри. Видишь, зуба нет. Это я на штуку баксов поспорил, что сам себе зуб плоскогубцами выдернул. Дальше я что сделал? Короче, я знаю место, где за 900 ставят. Считай, 100 баксов навар. А теперь посчитай, весь рот 3200 баксов, братан. Это легкие деньги. Я не по годам умный просто. Не по годам старый ты, понял? Шути с лицом, Дорохов. Знаешь, вот я придумал... Да хватит, что ли, про мое лицо, каждый раз одно и то же, блин. Чё, тем других больше нет. Ну ладно, чё. Ладно, чё ты там придумал про мое лицо, ну? Короче, знаешь, чё я придумал? Вот мне кажется, когда Бог твоё лицо создавал, он вот так вот взял глаза, брови, реснички, носик, ротик, усики твои, вот так вот взял и вот так вот прям небрежно швырнул. Это смешно! Вот у нас всё смешно должно быть. Кстати, Ромка, а ты что здесь делаешь? Почему сюда встал? Ну, для того, чтобы от нашего красивого Славки до Дениса более-менее плавный переход был. Вот тоже смешно, молодец. Но знаете, у нас вот одна проблема есть. Ой, не туда пошёл. Вот у нас одна проблема есть. Ты, Муха, да. Ты у нас не смешной. Я все эфиры наши пересмотрел, а чё греха таить, мы все эфиры пересматриваем. Даже с премьер-лиги. Вот ты у нас там ни разу смешно не пошутил. Ну и что мне теперь делать во благо команды? Вот теперь своим маленьким ртом сделай грустную музыку и уходи из команды давай. Блин, жалко его. Уходи, пожалуйста, побыстрее, а? Эй! Ну-ка, давай-ка ещё раз попробуем. Ну, давай, скажи смешно. Смешно. Не смешно. Смешно. Не смешно. Не смешно! Не смешно. Вот что бы ты не говорил, даже смешно у тебя не смешно, понимаешь? А ну-ка, напомни... Рома. Вот смотри. Вот скажи смешно. Смешно. Видишь? А в чем разница? Сам послушай. Смешно. Ну да, действительно. Смешно. Все, хватит, все. Понимаешь? Ну ладно, давай пойдем, потеряем фирма. Давай скажи, от обратного давай, скажи не смешно. Не смешно. Что и требовалось доказать. У тебя и не смешно, не смешно, и смешно, не смешно. А ну-ка ты. Смешно. Нет, не смешно. Не смешно. Вот видишь, у него и не смешно, смешно, и смешно, смешно, а у тебя и не смешно, не смешно, и смешно, не смешно. Да хорошо, у меня уже голова болит. Смешно, не смешно, давайте начинать уже, ну. Азамат. А я? Вот, а ты у нас в тему игры, вот как раз, универсиада, вот как раз. В смысле? Вот ты смотри, какая клюшка. Да? А ты не смеси, ты смотри, какую шайбу себе объем. Ладно, давайте, все, веселее, как никогда раньше. Камызяки, летс гоу! Друзья, а давайте сейчас все вместе представим, что ваша левая рука — это Николай Басков, а правая рука — это Филипп Киркоров. И как можно громче и сильнее хлопаем мы друг от друга. Смешно. Итак, начнем. Случай в аптеке. Первое января. Молодой человек. Девушка. Я девушка. Прошу прощения, барышня. Короче, деньги не проблема. Дайте мне, пожалуйста, алькозельцер, значит. Аспирин две пачки. Рибоксин, левомицетин, парацетамол, пектусин, валидол, фурозалидон, амбраксол, димедрол, папазол, нафтезин, мукалкин, лиферон, пеносол. Где я? Кто ты? Я нигде не расписывался. Знаете, мы полы дни вувнями, шалеными ветрами, нас воля не все. Давайте немного пофантазируем и представим самый страшный сон Барака Обамы. Добрый вечер, дорогие мексиканцы. Россияне. Еще совсем недавно мы говорили на разных языках. А теперь добро пожаловать домой. Двигаемся дальше. Камазяки где-то в торговом центре. Здорово, бандиты. Кто последний? За тобой было. Да что натуре, ну-ка отошли, шкалота. Короче, дед Баран. Это моя территория и будешь отдавать за фото мне 10%. А ты не охренел? Охренел. Очень сильно. И че, ну? Ну? Уважаемые посетители торгового центра, вас и ваших малышей в новогоднем уголке ждет настоящий Дедушка Мороз. Ну че, понял, че это место? Не понял. Не понял. Не понял. Не понял. Ладно, понял. Я думаю, что многие красноярцы, когда отправляются в отпуск, любят отдыхать в жарких странах. Купаться в теплом море, загорать под обжигающим солнышком. Итак, всем отдыхающим посвящается «Курортный романс». Гори, гори моя спина. Гори живот, горите плечи, я здесь в тени теперь навечно. А отпуск только начался. Но вот внезапно мне на спину мяч волейбольный прилетел. Аплодисменты. 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 Водку я в стакан и спросил, Водку я в стакан и спросил. Когда он и мне отвечал, Сколько жил и сколько в жизни я свои потерял, Не задумывался я и не знал. Вот один с ТБ вас по-другому не соберешь Куда пошли? Все, давайте садитесь Быстро садитесь, Валерьевич, давай садитесь быстро Значит так, урок начинается Здравствуйте, дети Здорово Я тебе сейчас дам здорово Я тебе сейчас такой здорово дам На улице будем так здороваться, понятно? Здесь мы в школе Все, давайте свое панибрасное заканчивайте уже Все, покурим с тобой, дорогу И он со мной курит Давай с тобой покурим, ладно Да, бро В общем Какой у нас завтра день? Вот, ЕГЭ Сложнейший экзамен Поэтому как классно-руководитель я вам запрещаю на него идти Это почему? Потому что вы его не сдадите Ну правильно, вы же нас ничему не учили Нифига себе это интересно, Дорохов Нафига мне это надо вообще, скажи? Я сейчас буду вас за 4 тысячи учить, чтобы вы потом по 40 зарабатывали, что ли? А, будете потом ездить на джипах меня обрызгивать? Нафиг мне это надо Вы понимаете, это сложнейший экзамен Самый сложный экзамен ЕГЭ, там все вопросы перемешивают Там все что угодно могут спросить Вот тебя спросят, например, 2 плюс псков Что ты скажешь? Не знаю Ну вот, валентность зайцев Да без понятия Никто не знает, понимаете? И что, прям такие вопросы там будут, да? Конечно, конечно, чтобы вы не сдали Специальное А зачем это надо им? Потому что тупыми людьми управлять легче А, блин, вслух сказал Ладно, хотите учиться? Давайте учиться Ты иди тряпку намочи тогда Ты мел принеси Ты где-нибудь парту поспрашивай Где-нибудь в свободное помещение поищи Через 2 часа встречаемся, ребята Да, ты костер охрани Все правильно Давайте посмотрим случай В довольно необычной семье Нас замыкали берега Голову долбил Так рот свой закрой Сынок Ты меня даже в той комнате бесишь Ты в девятом классе Ты что, прочитать не можешь нормально, а? Скороговорки дали выучить Да хоть сковородки Заткнись Че тут сложного? И Шаченко твоя фамилия Нас замыкали берега Голову долбил Перегар Перегар Это вас в школе такому учат? Ну фиг с ним Коротать не Давай Нас замыкали берега Голову долбил Перегар Это ты мне голову долбишь Дебила, кусок Я уже выучил этот идиот Смотри Нас замыкали берега Мы против болитвы Хоть и поникли Ходим по нитке Давай Нас замыкали берега Голову долбил Перегар Перегородили города Каратать не Каракара Каратать не Караванами за нами Годы идут Скотина Как говорится Кто как работает Тот так и отдыхает Судя по этой поговорке Можно сказать Что многие российские Чиновники Прям пашут Как лошади Итак, представьте Мэр города Камузяк Отправляется В долгожданный Заслуженный Новогодний Отпуск Идет Три Четыре Прощай Со всех вокзалов Поезда Уходят в дальние края Прощай Я тебя сейчас там Прощай Кто это придумал Какой прощай Какой прощай Я не навсегда уезжаю Просто приеду На новогодние каникулы Уезжаю Понимаете Нет Вернусь я Что нельзя было переделать Что ли До свидания До свидания Со всех вокзалов Поезда Уходит в дальний край До свидания До свидания До свидания Неужели трудно Ёлки-палки Вот смотри Молодцы подготовились С Новым Годом Что у тебя там Приятного отдыха А вот от щит Зачем от больницы оторвали Может дырку закрывал В стене Ну что вы на самом деле Вот меня проводите Обязательно потом прибейте Все-таки операционное И давайте это Улыбайтесь все Улыбайтесь Да улыбайтесь Всем ракушки привезу А тебе маску привезу Для подводного плавания Нет Для наземной жизни А вы вообще Куда едете А тут там документы Билет закрывали Я только Айланд прочитал Какая тебе разница Ты машину подогнал Сюда к выходу Да я не захотел Чего-то ее сюда Прям гнать там оставил Я не понял Русик Ты что вообще говоришь такое Это что тебе Южный поток что ли Захотел не захотел Это моя машина Понимаешь Я ее купил Чтобы к нее сесть и поехать А не пойти И сесть и поехать Ладно все Давайте Так Валентин Степан Ты за старшего Все-таки 44 года Старше тебя никого нет Комзи На вот вся Бухгалтерия всех цветов на тебе Давай Все и улыбайтесь Давайте и песню Мне на прощение Давайте Быстренько Давай Давай До свидания Со всех вокзалов Поезда Уходят в дальние края До свидания До свидания Так стоп Не так быстро Товарищ мэр города Комазяка Так вы еще кто такой Мы Чпок Что за чпок Прокуратура что ли Валентина Степановна Вот молодец Чпок Это чрезвычайный Продовольственный Отечественный комитет Мы следим за тем Чтобы госчиновники В России Использовали только Отечественную продукцию Ой Ну и что Вы вообще не по адресу Что у нас все Все натуральное Все комазякское Правильно Вот да Все говорят А вот и нет Туфли у вас Итальянские Часы швейцарские Машина вон Немецкая стоит Вот да Вот тебе А не маска Понял Не обращайте внимания Я готов отчитаться По документам Это все детский сад Серьезно говорю Вы что думаете Я против этого Эмбарго что ли Я же за эмбарго Да Очень сильно Всех Я наоборот считаю Еще Хлеще надо Еще хлеще надо Вот смотрите Как получается Запретили эту Норвежскую семку Ну и нафиг она нужна нам Он смотрит Астраханское в облако Какая вкусная Все таки Оказывается А? Ну эти Яблоки да Польские Ну и что Ну и ладно Краснодарские яблочки Смотри какие пальчики Я ближу Кустотища Вообще Все надо запретить Это вы что Вы предлагаете Железный занавес? Ну зачем занавес? Железные жалюзи Захотел закрыл Захотел открыл И чтобы вот эта крутилка С нашей стороны была Спасибо Спасибо Мы когда придумали Тоже долго успокоиться не могли Вот что хотелось бы сказать Да Вот в конце нашего выступления Вот К вам хочу обратиться Сан Саныч Вы знаете Уважаемый Сан Саныч Спасибо вам огромное Вот спасибо огромное Вот сколько лет прошло Да В 2010 году мы с вами встретились И так вот прям наша дружба Сразу завязалась Так все Классно все получилось И Такая великолепная Да Я не знаю Мы с вами все время Благодаря Краснодарскому Каждый год из года в год Встречаемся здесь Дружим Так все классно получается У нас с вами И вот И потом наверное Еще не раз будем с вами встречаться Так что Спасибо вам огромное Всего доброго До свидания Ну и Сан Саныч Бирку наверное Можно было оторвать И так видно хороший костюм Что вы на самом деле Милашки В красивых рубашках Милашкам Красиво поют Ой как хорошо С Камызяком Лето снова придет С Камызяком Солнце круглый год С юга голоса В небеса Он несет Несет Ну что ж У нас определился Лидер Это прекрасно А все приветствия сыграны И мы ждем КВН-чиков на сцене АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сборная камазиакского края по КВН завершали приветствие. Ага, пять, четыре, пять Пять, четыре, пять, пять Давайте пока бал подсчитывается В принципе, общая картина нам понятна МГИМО лидирует, остальные все пока догоняют Давайте поаплодируем команде МГИМО Нашему лидеру сегодняшнему Наконец-то они, может быть, что-нибудь выиграют Давайте поддержим, ребят Хе-хей Так, ну а сейчас самое интересное Самый интересный Квайловский конкурс Это разминка Тема его «Разминаемся к универсиаде» Как вы знаете, в 2019 году в Красноярске пройдет универсиада По предварительным прогнозам на универсиаду Приедут более трех тысяч спортсменов И около 25 тысяч гостей На последних шести универсиадах Россия уверенно лидировала в неофициальном общекомандном зачете Надеюсь, подобная ситуация повторится И на универсиаде в Красноярске И наверняка немало золотых наград принесут в копилку нашей сборной красноярские спортсмены Ведь это наша зима Итак, начинаем разминку И начинается она с трех видеовопросов Прошу, первый вопрос Всем командам привет! Меня зовут Николай Алюнин Я серебряный призер Олимпийских игр в Сочи по сноубордкроссу Мой вопрос такой Почему знаменитых футболистов узнают, а знаменитых сноубордистов нет? Так Повторяйте, давайте еще один раз или как? Или можно сразу? Ну, я не знаю, как зрителям удобнее Давайте еще раз послушаем Всем командам привет! Меня зовут Николай Алюнин Я серебряный призер Олимпийских игр в Сочи по сноубордкроссу Мой вопрос такой Почему знаменитых футболистов узнают, а знаменитых сноубордистов нет? Ну, это неправда, у нас и красноярских футболистов не узнает никуда Молодость Красноярск Повторяйте, нет, нет Привет! Меня зовут Николай Алюнин Я серебряный призер Олимпийских игр в Сочи по сноубордкроссу Мой вопрос такой Почему знаменитых футболистов узнают, а знаменитых сноубордистов нет? Начните плохо выступать! Пара по парам, Гимо Давай-давай, смелей А он... Нет, все, не будет А повторите, пожалуйста, если... Почему одних узнают, а других нет? Я ответил... Сосадович, мы так ничего в кого не выиграем сегодня опять И подставая Помним себе вопрос замечательного человека, довольно-таки Ответ следующий В России спокойнее быть неизвестным сноубордистом, чем известным футболистом АПЛОДИСМЕНТЫ Вот в этом духе Саратов АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Почему сноубордистов узнают, а... А, наоборот, почему футболистов узнают, а сноубордистов не узнают? Надо шапку снимать АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Второй вопрос Добрый вечер, уважаемые команды Меня зовут Дмитрий Труненков Я олимпийский чемпион Сочи по вопслею И у меня такой вопрос Какую бы новую дисциплину вы ввели на нашей универсиаде, которая пройдет в 2019 году? Во-первых, человек... Модные стрижки 2014 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Плохая компания Добрый вечер, уважаемые команды Меня зовут Дмитрий Труненков Я олимпийский чемпион Сочи по вопслею И у меня такой вопрос Какую бы новую дисциплину вы ввели на нашей универсиаде, которая пройдет в 2019 году? Очень хотелось бы, чтобы скоростной спуск евро Прекрасно, Михаил Теперь мы знаем, что доллары вас не интересуют, а валюту вы, видимо, евро прочитаете Так, замечательно Нам тоже надо, Сан Саныч, нам надо тоже повторить Добрый вечер, уважаемые команды Меня зовут Дмитрий Труненков Я олимпийский чемпион Сочи по вопслею И у меня такой вопрос Какую бы новую дисциплину вы ввели на нашей универсиаде, которая пройдет в 2019 году? Дело не в шапке, оказывается Классно Молодость красноярская А нам тоже надо послушать Добрый вечер, уважаемые команды Меня зовут Дмитрий Труненков Я олимпийский чемпион Сочи по вопслею И у меня такой вопрос Какую бы новую дисциплину вы ввели на нашей универсиаде, которая пройдет в 2019 году? Чемпионат по басу А какую новую дисциплину вы ввели бы на универсиаде 2019 года? А какую бы вы ввели новую дисциплину на универсиаде 2019 года? Мы не США, мы ничего вводить не будем Камазякский край Какую вы дисциплину новую готовы ввести в 2019 году? Балабол! В России очень актуально Смешно, смешно, молодец Балабол, когда два балабола встречаются? И один другому говорит, да Прелестно Продолжаем, третий вопрос, пожалуйста Добрый вечер, уважаемые команды Меня зовут Таня Руйга, я чемпионка мира по скалазме У меня вопрос такой КВН это тоже студенческая игра Почему его не включают в программу универсиады? Поскольку я имею счастье, глядя на экран, то повторим вопрос Добрый вечер, уважаемые команды Меня зовут Таня Руйга, я чемпионка мира по скалазме У меня вопрос такой КВН это тоже студенческая игра Почему его не включают в программу универсиады? Так посмотрите, на сцене ни одного студента нету Кирилл, почему КВН не включают в программу универсиады? Я бы хотел, чтобы вопрос задала девушка Это будет стоить примерно 2-3 миллиона долларов И где-то через год я стану девушкой Я скажу, что могу Или тебе в Таиланд, Кирилл В принципе, там тоже есть масса хороших вариантов На твой вкус Прошу, повторите вопрос Добрый вечер, уважаемые команды Меня зовут Таня Руйга, я чемпионка мира по скалазме У меня вопрос такой КВН это тоже студенческая игра Почему его не включают в программу универсиады? Я ухожу в скалазме Добрый вечер, уважаемые команды Меня зовут Таня Руйга, я чемпионка мира по скалазме У меня вопрос такой КВН это тоже студенческая игра Почему его не включают в программу универсиады? Спортсмен не может есть Роллтон Прелестно Кирилл, почему не включают КВН в программу универсиады? Сан Саныч, вот деньги Сан Саныч, это будет 2 миллиона долларов Только если доллар будет стоить где-то копеек 6-7 В сентябре, в сентябре Тогда да У вас так То есть за эту сумму в принципе можно, да, в Саратове? Понятно Прошу, Камысяк Мы, ну у нас просто информация, раз разминка не в тему пошла немножко Прошу вас Вот я хотел бы сказать, вот шестой ряд, двадцатое место есть? Шестой ряд, двадцатое место Встаньте, пожалуйста, очень вас просим Кто этот прекрасный юноша или милая дама Так, аплодируем Мы вам рекомендуем, вы пересядьте, пожалуйста Мы там потом в другом конкурсе так, копье будем кидать Все? Как у тебя было там в приветствии, Азамат? Это не смешно, вот в этом духе Так, продолжай Просто информация, как рубль упал Вот у нас тоже такая информация В общем, за этим действием может долго лет и времени пройти Но, слава богу, у нас закончились видео вопросы А к несчастью продолжаются вопросы от жюри, друзья Итак, прошу два смешных, хочется верить в вопросы от наших уважаемых судей Прошу вас Добрый вечер, уважаемые зрители Добрый вечер, уважаемые команды Ну, судя по тому, что было в Казани Универсиады, это не только захватывающие спортивные события Еще и яркая эффектная церемония открытия Кто из мировых звезд мог бы приехать в Красноярск, чтобы ее провести? Саратов готов, пожалуйста, повторите Кто из мировых звезд мог бы приехать в Красноярск, чтобы провести церемонию открытия? Вот деньги, берите, кого хотите Здесь только на девушку, хватит, на мужчину уже нет Камазяки Кто из мировых звезд мог бы приехать в Красноярск, провести церемонию открытия? Мы считаем отличной кандидатурой вот этот парень, сноубордист в шапке, который был Он уже учит текст Так, продолжаем Молодость, друзья, под ваши аплодисменты, давайте поддержим Ребята, кто бы из известных мировых звезд мог приехать в Красноярск на церемонию открытия? Фронтмен команды Кукушкины дети Очень смешно, очень Кто из мировых звезд мог бы приехать? Еще лучше кандидатура может быть чей-то папа Я хоть и папа Таисии Масляковой, но боюсь, что эта честь высокая не для меня Спасибо, ребята Ведь я так понял этот вопрос Прошу еще раз Ребята, кто бы из мировых звезд мог приехать в Красноярск на церемонию открытия? Владимир Путин Мы за Пошутил, так пошутил, прямо молодец, молодец Это Саратов, господа, запомним Так, МГИМО, дипломаты, прошу вопрос Кто из мировых звезд мог бы приехать в Красноярск на церемонию открытия? Уважаемые друзья, так зачем мировых? У нас же есть свои хорошие Нюша Гриша Лепс, мне скидку сделают Софочка Ротара, я могу выступить Просто смысл ответа Любите свою родину Спасибо Спасибо Второй вопрос Добрый день всем Мы рады видеть Замечательные приехавшие команды Понимаем, что вы приезжаете всегда на короткое время Но красноярцы, как гостеприимные люди, спрашивают Что бы вам показать в Красноярске? Учитывая, что наши команды все чаще ездят где-то То им этот вопрос тоже может быть актуален Итак, что вам, Иван, показать? А, прошу, да, я увлекся Я у вас очень хорошо получаю Что вам показать в Красноярске? Обменник, где доллар 37 рублей Отлично Или копье, чтобы... Да-да-да-да Очень никто Пока смешно, молодцы ребята, молодцы Пока все хорошо Не отстаем А никому антракта не хочет Так Ага Саратов, друзья Прошу повторять Что вам показать в Красноярске? Мы из Саратова, нас все устроит В молодость Что вам, дорогие, показать в Красноярске? Покажите, пожалуйста, метро АПЛОДИСМЕНТЫ Наконец-то АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Наконец-то Видимо все, спасибо И персональный вопрос от главы города Красноярска Эдхама Шахревича Акбулатова, друзья АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ТИРЕДУСМЕНТЫ У нас ТИРЕДУСМЕНТЫ ТИРЕДУСМЕНТЫ ВОТ У нас устанавливается ТИРЕДУСМЕНТЫ Самая высокая елка А где ТИРЕДУСМЕНТЫ Ну, где самая маленькая Зарплаты, соответственно И первый-второй вопрос Очень хорошие Вот ответы на первый-второй König Интересно. Молодость. У нас устанавливается самая высокая ёлка. А где устанавливается самая маленькая ёлка? Ну что, мы будем ёлками мериться? Ещё раз, Саратов. У нас устанавливается самая высокая ёлка. А где устанавливается самая маленькая ёлка? Вообще, очень приятно, что в вашем городе всё решает тоже человек с красивым голосом. Вот на этой мажорной ноте еще раз поблагодарим Дхама Шукриевича. Он помогает нам в сегодняшней игре. Спасибо ему большое, спасибо большое командам. Разминка окончена. А теперь, собственно, опять масса вопросов к жюри, а точнее оценки за второй самый КВНовский конкурс. Максимум 6 баллов. И прошу балл для команды КВН «Молодость» Красноярска. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6. Пара по парам, НГИМО Москва. 5, 4, 4, 6, 4, 3, 6. Плохая компания. 4, 4, 5, 5, 5, 4, 6. Саратов. 6, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Сборная Камазиакского края по КВН. 6, 5, 5, 5, 4, 4, 6. Так, у нас баллы. Итак, за конкурс приветствия «Молодость» Красноярск – 31 балл. Пара по парам – 35 баллов. Плохая компания – 31. Курс евро – 30. А, извините. Саратов – 30 баллов. Сборная Камазиакского края по КВН – 33 балла. Это оценки за конкурс приветствия. И за конкурс разминка они будут с минуты на минуту. Но, к сожалению, техника не отпевает за людьми. За человеком, да. Спасибо большое, Алексей. Итак, продолжаем. Последний третий конкурс. Выражаясь языком универсиады, то есть спортивным языком, мы на финишной прямой. Впереди последний конкурс – фристайл. В нем мы обозначили тему, как «Красноярск – территория будущего». В этом конкурсе команды показывают все, что они хотят. Естественно, как-то это должно быть все связано со спортом. Будем надеяться, что так оно и произойдет. И начинает команда КВН с «Саратов». Дорогие друзья! В Красноярске в 2019 году пройдет всемирная зимняя универсиада. И в город приедет большое количество иностранных туристов. Команда КВН «Плохая компания» уже рассказала нам свою версию перевода на английский «Улиц» и знаменитых мест. Но чтобы иностранцу до конца понять Россию, мы предлагаем перевести на английский «Русские песни». Команда КВН «Плохая компания» уже рассказала нам свою версию перевода на английском «Русские песни». Бойцы и любые девушки. Давай! Звучай мне, 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 для Jesus! Если вы хотите идти, идите! Если вы хотите забыть, забыть! А-а! Ч-ч-ч-ч-ч! Angry Birds is heroes, you can see! A little bird broke in the wall and killing green pigs. I am happy birthday, do not celebrate! I'm busy, I finished! This is them! Пи-но-ки-о! 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 Only! Shot of vodka on the table! Wind is crying behind the window! Bye-bye from railway station, going train too far along and far away! Bye-bye-bye-bye! Bye-bye-bye-bye! Субтитры создавал DimaTorzok И дело в том, что нашей команде кажется, что многие программы были бы лучше, если бы они были музыкальными. Не исключение и программа «Что, где, когда». Я приветствую всех на зимней музыкальной серии игр «Что, где, когда». Сегодня у нас играет команда знатоков из Саратова. Итак, мы начинаем. Против вас играет певица Натали. Говоря против вас, я имею в виду все человечество. Итак, внимание, вопрос. Какую, какую, песню, песню я вам загадала, я вам загадала? Досрочный ответ, господин ведущий. Ветер с моря дул, ветер с моря дул. Нагонял беду, нагонял беду. Это правильный ответ. Продолжаем. Внимание, аудио вопрос. Ну что ты, братишка, притих, обида залита в груди, не можешь ни хавать, ни пить. Кто аккомпанирует Максу Коржу в этой композиции? Мы считаем, что это фрезеровщик. Почему? Ну слышно же, что у человека всего один палец. Ну что ты, братишка, притих, обида залита в груди, не можешь ни хавать, ни пить. Это правильный ответ. Внимание, еще один аудио вопрос. Николай, 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 не смогу разлюбить твой ла-ли-ла-лай. Что такое ла-ли-ла-лай Николая Баскова? Ну может это рука? Может быть это самосознание? Интеллект. Слушайте, а может это реально его... Время. Мы считаем, что это интеллект. Это неправильный ответ, хотя правильная версия в конце обсуждения прозвучала. Я же говорил! А теперь внимание на сцену. Танцевальный вопрос. Итак, внимание, вопрос. Почему сейчас вы этому танцу хлопаете, а возле медуниверситета он вас пугает? Время. Конкретизируйте. Но время сейчас такое, господин ведущий. Правильно. Продолжаем. Как могла бы называться новая песня Доминика Джокера? Не знаю, предположим, сладкая любовь. Доминик говорит вам спасибо. Продолжаем. А у нас традиционная музыкальная пауза. Прошу всех пройти в Нескучный сад. Для вас поет Митя Фомин. Хей-хей, всем привет! Все за мной в Нескучный сад! Продолжаем. Против вас играет певец Марк Савин. Слушаем фрагмент его песни. Зорвем клеммы с этой темы, Отойдем назад. Искры разрывают тело. Итак, что же будет? А рифма на слово «назад». Листопад. Волгоград. Каткад. Маскарад. Маскарад, точно. Наш ответ «маскарад». То есть вы считаете, «отойдем назад» будет маскарад. Теперь, внимание, правильный ответ. Сорвем клеммы с этой темы, Отойдем назад. Искры разрывают тело. Будет фейерверк. Правильный ответ «фейерверк». Сектор Блиц. Я прошу одного игрока остаться за столом. Господин Иванов, задание очень простое. Продолжите логично следующие песни. Итак, внимание. Если было море пива, Я б дельфином... Бил бы рожи. Правильно. Продолжаем. Там далеко-далеко. Не ловит вай-фай. Правильно. Продолжаем. Глеб Жеглов и Володя Шарапов. Ну, зря назвали так хомячков. Правильно. Продолжаем. До чего дошел прогресс. У бомжей в Москве 5С. Правильно. Продолжаем. Спасибо, что вернули Крым. Это правильный ответ. И знатоки зарабатывают 1 балл. Я прошу всех вернуться за стол. Итак, внимание. Последний вопрос. Против вас играет пенсионерка из Красноярска. Бывшая учительница музыки с пенсией 3700 рублей. Внимание. Вопрос. Кто написал знаменитую фортепьянную пьесу «Келлизия»? Бетховен. 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 Это Моцарт. Это неправильный ответ. И 50 тысяч рублей уходят пенсионерке из Красноярска. Дорогие друзья. Конечно же, знатоки знали правильно ответ на последний вопрос. Но специально ответили неправильно. Потому что, в отличие от других передач, в КВН мы играем не против зрителей, а для них. На сцене была команда «Саратов». Команда, которую интересно смотреть. И приятно слушать. Спасибо. Выражаем благодарность организаторам молодежной недели Красноярского молодежного форума. Управление молодежной политики администрации города Красноярска. Исполнительная дирекция 29-й Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске. При поддержке Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития. Международного союза КВН. Движение КВН Красноярского края. Группы компаний «Крепость». Сеть кафе и ресторанов «Владимиров и компания». Ну, еще раз, пробегите кто-нибудь. А то я не могу читать дальше. Русское радио «Красноярск». Друзья, далее выходит на сцену команда, которую и приятно слушать, и смотреть. И общение по-настоящему народная команда. Сборная КВН Красноярского края по КЛН. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Эй, он не танцевал! Зато у меня слова есть. Не танцевал тоже слова. Идите, готовьтесь. Друзья! Нам для нашего номера нужна будет девушка. Одна девушка. Давайте вы, давайте. Давайте поаплодируем, друзья. Все, идите туда. Чтоб время не тянуть. Ес! Я имею в виду, чтобы здесь не объяснять, там все объяснять же сразу. Друзья, у нас в Камазяке очень развитые межнациональные браки. Понимаете, да, о чем я говорю? Ну, что тут говорить? Поэтому представьте вот такую вот предсвадебная суета перед этим переполохом. Знакомство родителей с родителями. Азамат! Да! Вот я нашему сыну невесту нашла. О, молодец. Вот он завтра из тюрьмы выйдет? Чтоб по друзьям не шарохался, сразу женим его. Вот, отличная идея. Ты у меня самая умная жена, молодец. Хотя, с другой стороны, жалко, да, что он из тюрьмы выходит. Так хоть знали, где он. Ладно, а как тебя зовут? У него имя такое, Сложное. Гульжабряк? Сложное, говорю. А Кагас? Сложное. Екатерина, что ли? Вот, да, Екатерина. Да, а сколько тебе лет, Екатерина? Вообще-то у девушек не принято спрашивать о возрасте. Ой, знаешь, я один раз тоже не спросил. У кого ты не спросил? Я тебе потом расскажу. Вот ты говоришь, они женятся, они даже не знают друг дружку. Ой, Пугачёва-Галкина тоже до 60 лет не знала. Ничего, живут же припеваючи. Откуда ты эти слова берёшь, припеваючи? Слово дня. Ладно. Ты сейчас самое не волнуйся. Самое главное, понятно? Потому что сейчас её родители придут с нами знакомиться. А когда ты волнуешься, начинаешь свои дурацкие песни петь. Ой, не надо ничего. Не волнуйся. Самое главное не волнуйся. Ты когда начинаешь волноваться, свои дурацкие танцы начинаешь танцевать. Ты можешь мозги компасировать больше. Да не волнуйся, я тебе сказала. Действительно, прошу прощения. Денис Игоревич. Азамат Тахирович. Валентина Степановна. Магрипаха Репулаевна. Ох, на. Прошу, пах? Не ругайтесь это имя вообще-то. Магрипаха Репулаевна. Легко, вылетает. Магрипаха Репулаевна. Как будто поломанные ветки вылетают. Магрипаха Репулаевна. На. Не ругайтесь, говорю. Магрипаха Репулаевна. Французское имя. Можно в конце добавлять. Прошу прощения. Маргарита, могу? Я её Наташа называю. Это в честь моей первой любви. Какой любви? Я тебе потом скажу. Ну, нам было бы стыдно прийти с пустыми руками. И, собственно говоря, нам стыдно. Да ладно, не переживайте. Мы тоже не подготовились. Видим, у нас даже стола нет. Сальфу? Всё. Давайте по свадьбе. Что там? Короче, свадьба — это дело серьёзное. Тут надо чётко по плану подходить. Вот я всю ночь тут составлял список. Короче, первое. Нам нужна водка. Водка. Второе. Нам нужен человек, который пить не будет и с утра привезёт эту водку. Я отпадаю, соответственно. И третье. Я думаю, ещё пару ящиков водочки надо взять. Водка нужна, короче. Так, ну и что? Это всё понятно. А дальше что? Импровизация. Импровизация, импровизация. Люди всё-таки придут. Веселиться надо же, правильно? Вот с вашей стороны сколько людей придёт? Ну, посчитали, где-то человек 20 будет, да? Чё, рихнули, что ли? Какие 20 человек? Урезайте. Какие 20 человек? С нашей стороны тоже люди будут, правильно? Это чё, 920 человек будет, что ли? Двоюрниках можно не звать, например, правильно? Вот. Это ладно. А где будут жить молодые после свадьбы? Ну, мы вот с Наташей тоже подумали, да? Я думаю, мы первое время потянем уже, наверное, да, чтобы они у них пожили. Поскучаем немножко, но ничего. Ничего страшного, поплачем ночами, ну и что такого? Это всё ладно, свадьба, свадьба. Вы скажите, что ваша дочь умеет? А наша дочь отлично умеет танцевать под Майкла Джексона. Ну, это же Беспонтова. Вот, несмотря на то, что я отец, согласен. Зато моя дочь прекрасно поёт лепса. Только рюмка водки на столе. Вот не стесняются, да, люди всё-таки вот так? Плюс, это же плюс. Здравствуйте. Телемастера вызывали? Нет, не вызывали. А телемастер проявил инициативу и сам пришёл. Давай, двигайся. Эх, какая семья у вас дружная, смотрю. Ну, с Новым годом! Нет, какой Новый год? У нас тут свадьба намечается. Так это хорошо. Том, очень повезло со мной. Я могу быть тамадой. Да, а что ты умеешь делать? Я же говорю, чините телевизоры, я же телемастер. Это ладно, может, вы пока пойдёте и покурите, а мы тут с девчатами пошушукаемся? Вот, да. Пойдёмте, я вам на балконе фотографии своей любовницы покажу. Кого ты покажешь? Я тебе потом скажу, ладно. Э, Азамат! Да. Вот она говорит, вы идите пока на балкон покурить, а мы пошушукаемся. Как шушукаться? Ну, наверное, я откуда знаю, никогда я шушуку людям всегда в лоб говорим все что-то. Наташа, давай, короче, по меню пройдемте. Я думаю, сделаем горячее обязательно, наверное, люля, потом с пюрешки пойдем, салатики обязательно сделаем, крабовые, оливье, потом сделаем чайную комнату обязательно, потом сделаем мясо, 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 потом фруктовико, потом если будет горячее, то мало, потом сделаем еще обязательно люля-кипо. Эй! Я что, одна шушукаться буду, что ли? А? И че? Прям 54? Да. А евро сколько? 69 уже. Обалдеть, стоит три дня побухать, как все меняется, елки-палки. Вообще-то это не за три дня произошло? Ну, я не три дня бухал, все. Ладно, а где телемастер наш? Телемастер, ты где? Это, я, короче, здесь на балконе копье нашел, дай думаю, что стоят 20-е место, как забойно, блин! Стой! Стой! Остановись, тебя же так в тюрьму посадят, я-то знаю. О, сын вернулся, спасибо. Так, проходи. Сын вернулся, молодец. Что? Сын вернулся, молодец. Вернулся, молодец. А это кто? Телемастер? Нет, нет, мы тебе невесту нашли, вот, молодец. Вот мы тебе невесту нашли. Прикольно. Привет. Ну что, давайте тогда за знакомство. Немножко концовка поехала туда. И жили они долго, и сейчас. Нет, это не концовка еще. Так, телемастер, Валентин Степан, Магриб Ахреплан, детям рано еще. Не-не-не-не-не-не. Ой, я что, нет сказал, что ли? Конечно. Опа! Что вы ее... Я прошу прощения, тост нужно было, да? Конечно, конечно. Все, извините. Это он специально что-то и подряд хряпнуть. Ладно, что, водки жалко, что ли? Вот, пожалуйста. Опа! Прошу прощения. Все, я тебя раскусил, ты просто бухаешь. Короче, давай. Я тост скажу, потом тебе налью. Посмотрим. Смотрите, как получается, да? Вот телемастер, Валентин Степан, ты жена и воин, получается, да, Дениса Игоревича? Вы муж и жена. Вот Магриб Ахреплан, она тоже жена моя, получается, я тоже муж, правильно? Я, Замат Ахеевич, мой муж и жена. Вот вы тоже скоро будете муж и жена. Это же счастье же, наоборот. Это же хорошо же, правильно? Прошел час. Я отечественные автомобили вообще терпеть не могу, понимаете? Но когда узнал, что президент от Москвы до 4 на какой-то желтой колени проехал, это же какое-то достижение для государства, согласитесь, да? Прошел еще час. И как в 8 классе я на Магрибову так взор кинул, и с тех пор не разлей вода. Ты же тогда к нам за мелом тогда пришла? Да, за мелом пришла. Вот, да. А молодым совет да любовь. Потому что у нас Камазяки больше другого ничего нет. Поклон, поклон, поклон. Друзья, красноярцы, с наступающими вас новогодними праздниками. Дай вам Бог каждый дом счастья, здоровья, любви, успехов в учебе, если кто учится в работе, если кто работает. В общем, всего самого вам наилучшего. Вы знаете, мы уже четвертый раз приезжаем сюда. Дай Бог еще приедем. В общем, вы знаете, мы стали уже как родные с вами. Не знаю, как вы, но мы-то да, точно уже. Мы к вам как родные. И хотели бы закончить, когда родные между собой разговаривают. Короче, мы у вас переночуем сегодня. Так, у нас наверняка подсчитанные оценки. Я просто уверен в этом. Прошу. Да. Итак, средний балл за разминку. Молодость 36 баллов. Пара по парам 32 балла. Плохая компания 33 балла. Саратов 41. Сборная Камагизальского края 35 баллов. И сумма за два конкурса такова. Молодость Красноярск 67. Пара по парам Москва 67. Плохая компания Красноярск 64. Саратов Саратов 71. Сборная Камагизальского края по КВН 68 баллов. А продолжаем, друзья. На сцене, как вы уже, наверное, догадались, сборная Красноярского края по КВН. Плохая компания. Дорогие друзья, в 90-е годы по нашей необъятной родине колесило огромное количество двойников звезд эстрады. В наше время ситуация стала еще хуже. Итак, маленький провинциальный городок, городской дворец культуры в гримерке псевдоартистов. Так, походу, они начали догадываться, что вы не настоящие. Да где мы прокалываемся-то постоянно? Синьор Потап, может, это из-за вас? Пырышки-пупырышки, а я-то здесь при чем? Ну, может, не надо после чумачечья весны говорить тост за тех, кого с нами нет? И, кстати, где Настя Каменских? Кто? Настя Каменских. Не понял. Андрей с вами выступает. А, Андрюха. Ну, там такая ситуация, у него жена женские вещи дома нашла. Так ему проще было сказать, что он ей изменяет, чем все это объяснять. Короче, Настя завязал. Понятно. О, а вот и наша западная звезда Адель. Что, тоже что-то заподозрили? А что пошло не так? Ну-ка, давай. Ну-ка, нормально. Хорошо. Все вместе! Я вас не слышу! Понятно. Ну, по остальным артистам тоже есть вопросы. Боярский и Леди Гага. Что? Я понимаю, что вы в жизни муж и жена, но не надо на людях целоваться. Странно все это. Ты куда за коньяк? Так, для голосу. Ты, Тимати, для какого голосу? И вообще, что сегодня вы вот исполнили? Давайте. Почта и на пэ Покинуть каратэ Которых тесто тебе Велкам ту туапсе Вот, почему не Сан-Тропе? Понимаете, я не могу петь про места, где я не был. И вообще, у меня тоже много вопросов. Вот зачем мне котлета в кармане? Вас с рэпом вообще что-то связывает? Ну, пару раз стреляли в меня. Понятно. Садитесь. Андрей Державин. Что? Почему я? Что? Вы что сегодня учутили? Давайте. Вот это? Сними побои, Наташа, ведь это не жизнь. Я вас выгоню. Не надо так со мной, я вообще-то единственный здесь настоящий. Ну, хорошо, хорошо, вы остаетесь. Кстати, мне звонили, есть халтурка одна. Надо на выпускном в школе выступить. О, Анатолий Полотно. Вы же уже на сегодня от выступали, может метнетесь? Да вы что, куда метнусь? Я же блатняк пою, какая школа? Там 16 тысяч платят. Школьный блатняк, так школьный блатняк. Параллельные прямые поэтапу гонят в тундру. Поезд едет по трансибу по параболе судьбы. Я квадратный целых чисел. Дом и маму не забуду, а забуду. Пусть мне всадят три в квадрате ножевых. Нет предела беспределу. Курева к нулю стремится, а начальник бисектриса делит пачку пополам. У каких-то неизвестных в нычке беломора пачка. Раньше я валил студентов, а теперь валю деревья. Нефиг было попадаться на подсказках на ЕГЭ. Вот, вот так и закрепите. Подожди, а там люди аплодируют что ли? Ну-ка глянь. Там на Басково софит упал просто. Опять. Так, а что по поводу еще одной халтурки? Я сказал, надо приготовить выступление в госнаркоконтроле. Вы сделали? Да, все готово. Показывайте. Наркодилер, мальчик Леха, нынче в армию пошел. Был один он на районе, мы его так сильно ждем. Ой, Лех, Леха, нам без тебя так плохо. Алло. Да, я понял. Поздравляю, нас окончательно раскрыли. А что произошло? Просто там настоящий Басков в зале сидел. И сейчас люди с вилами, факелами ждут вас возле гримерки. А что теперь делать? Может, как в Каннске, свяжем шторки и в окно? А может, вы хоть раз что-то людям споете от души? Ребят, а давайте действительно споем от души. Почему так мир устроен? И в Москве, и в Уренгое. Люди все хотят увидеть звезд. Что же в них во всех такого? Необычного другого, Что не смог бы врач или завхоз? Забыкай огонь! Воу-воу-воу, ты держи дверь, и ты снимаешь шторки. Майк-станк! Спасибо, уважаемые, за внимание. Плохая компания. Всего доброго. Следующая команда представляет Московский государственный институт международных отношений. Недавно ему исполнилось 70 лет. МГИМО готовит дипломатов, разведчиков, юристов, международников, ведущих КВН. На сцене команда КВН. Пара по парам. МГИМО, Москва. Ну что ж, друзья, еще раз добрый вечер. Знаете, мы уже не первый раз в Красноярске, и по праву можем читать вас с друзьями. Как правило, когда видишь друга, хочется поделиться с ним новостями. А как известно, новости бывают трех видов. Объективные, субъективные и американские. Итак, обычный выпуск американских новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Референдум. Что такое референдум? Очень просто. Например, я хочу ваша бута. Так? Так я говорю референдум. И я возьму ваша бута. Да. Что ж? Это не референдум. Это референдум. И сейчас спортсмены. Олимпийские игры в Сочи. Как вы видите, Америка победила этих игр. Кто лучший? Кто лучший? Кто лучший? Какой лучший? Лег, 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 лег. Но Америка на четвертый и Россия на четвертый. Да, но четвертый и четвертый, чем четвертый. Почему? Например, пытаясь разрушать одну игру. О, это болит. И теперь пытаясь разрушать четыре игру. Нет, 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 нет. Ты никогда не сделаешь это. И теперь посмотрите на победу Евровизиону, Кончита Вурст. О, Jesus. Это не Jesus, это Кончита. Он выглядит как Jesus. Да, очень красиво. Да, очень красиво. И теперь посмотрите на русские песни. О, просто две красивые сестерки. Вперед к Кончита. О, да, это хорошо. Такое впечатление. И теперь посмотрите на самый популярный фотографий в России. Кто это? Это известный русский песнинг и известный русский танцер. О, да. Вы знаете новая песня Николай, 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 не могу разлюбить твой Ларилалай? Вы знаете, что это Ларилалай? Что это Ларилалай? О, нет! Да! О, ну, экономическое новое. Сейчас Китай и Россия будут иметь большую контракцию газа. И теперь все газы из России будут идти в Китай. О, и что с Европой? Европой? О, Ларилалай! О, так круто! Вы знаете, я очень боюсь России. Почему? Потому что посмотрите на наш президент, Барак Обама. Посмотрите. Это фотошоп. Это фотошоп. Когда ты смелый, когда ты смелый, когда ты смелый. Когда ты смелый. Совсем все, все, что сегодня. И наш новую спонсору сейчас – СЕЛХ. 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 И 색и Терминадор, пожалуйста. Вы знаете, что это, СЕЛХ? СЕЛХ. О, Ларилалай! Дорогие друзья, когда разговариваешь с другом, не нужно подбирать слов Но совсем недавно в России приняли закон о запрете в общественных местах и на телевидении нецензурной лексики Проще говоря, русским запретили материться И об этом наша песня «Народный стон» Плесните колдовства в хрустальный мрак бокала Сегодня для всех нас печальный час настал Язык, который был великим и могучим В одно мгновенье быть могучим перестал Как выразить теперь всю широту России Как величав Эльбрус и как прекрасен Дон Чем проводить, скажи, каким печальным словом Упавший в водоем мобильный телефон Напрасные слова Смотри, какая рыба Отстань, ты утомил Ого, какой туман Напрасные слова Друзья, поторопитесь, на вас бежит большой подраненный кабан Вам кажется, что вы всего пять слов убрали Подумаешь, пять слов, но тут есть одно но У каждого из них был миллион значений Что далеко ходить, возьмем хотя бы одно Ах, сколько же всего то слово означало И сущий пустячок, и мелкую деталь И некрасивый вид, и качество дороги И легкую болезнь, и то, чего не жаль И что попало в глаз, что залетело в ухо Скочило на носу и укусило вас Что вытворяет тесть, и чем страдает теща Народный псевдоним Завода АвтоВАЗ Комфортность РЖД Атаку нашей сборной Потерю 100 рублей И песни Натали Вообще любой предмет До сели неизвестный И все, что за шкафом Валяется в пыли И то, из-за чего Погиб, по сути, Пушкин Реформу ЖКХ Или аппендицин О, слышит ли меня Владимир Жириновский И как запретил он суть Того, что говорит Спасибо, Красноярск! Друзья! Друзья! Закончить мы хотели бы словами нашего ректора Ребят, значит, вы должны хорошо выступить На кубке мэра Красноярска, да? Потому что восстановление российского гражданства Это очень долгий и трудоемкий процесс Друзья, кто в подштанниках? Скоро все закончится! Снова стоя с огнями горит Городный красный, вечный магнит Запоминайте яркие книги А станет скучно нам позвони Москва уколит Под риф электрогитары Москва уколит Запомни пара по парам Спасибо! Всего хорошего! Друзья, Красноярск – это молодой и прогрессивный город Красноярск совсем недавно стал городом-миллионником И треть его населения – это талантливые, инициативные, молодые люди Но самое главное – Красноярск – это город добрых, искренних и веселых людей Завершает нашу с вами встречу команда КВН «Молодость» Красноярск Дамы и господа, фристайл команды КВН «Молодость» Повторяем, фристайл команды КВН «Молодость» Чтобы вы знали, мы не устали Кубок в разгаре – это фристайл Давай не вспоминать Молодость, молодость, молодость Ну что ж, начнем Семейная пара только что посмотрела выпуск вечерних новостей И готовится ко сну Ну все, Валера, новости посмотрели, давай спать Галя, а что сразу спать-то? Может, немножко поиграть? А что немножко-то? Че немножко? Попросила вчера, подумал, помочь ни черта не сделал Все, отстань, голова болит А, санкции, да? Галь, ну ты хуже Обамы Че? Не, ну а че? Эти санкции в два раза сильнее по тебе через две недели ударят Так сказать, получишь мой симметричный ответ А ты чего завелся-то? Да потому что это контрпродуктивно, Галя Для наших с тобой двухсторонних отношений Диалог нужен, понимаешь? А у тебя только двойные стандарты Слушай, а ты у меня такой дипломат Да все Прям заводишь Отстала Прям лавров Да все Лавров Галь Слушай, ну если у нас так все по-европейски Может, к нам Зинка присоединится? Я тебе присоединюсь! Фантастическая ситуация Олигарх купил доширак Что с ним люди делают, непонятно Так, открываем Что это такое? Пакет какой-то А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Эти корейцы вообще невменяемые. Так, что дальше? Подождать пять минут? Ладно, подождущая, а походу вообще вштырит. Сергей Степанович, подпишите документ. А, беги, пацан, я под дошираком. Друзья, максимально включаем фантазию. Самый страшный сон ветеринара. Доброе утро, коллега. Ну что, приступим к операции. Я прошу вас, не надо, не делайте этого. Ты посмотри, как орёт, как будто всё понимает. Да, как жаль, что мы не знаем человеческий язык. Не, я вас умоляю, пожалуйста, не надо. Ты посмотри, какие глаза жалостливые сделал. Прям как у человека и Шрека. Папа, 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 отпустите его. Я так люблю своего Сергея Петровича. Эх, чего не сделаешь ради родного котёнка. Ладно, мужчина, вы свободны, но больше по ночам не орать. Ну и давайте подытожим. Друзья, что хотелось бы сказать в конце. Живите долго, вспоминайте молодость. Рома, кому ты это постоянно говоришь? Ну как, залу? Я вообще-то думал, это афишка нашей команды. Вообще-то нет. Ну хорошо, тогда я уйду в другую команду, Саратов, и буду там говорить. Живите долго, вспоминайте Саратов. Так, Рома, ну-ка вернулся обратно. Ты чё как маленький? Чё ты меня учишь? Вы слыхали, чё ты меня учишь? Знаешь, чтоб искал мой папа, если б я ему так сказал? Чё? Всё, что ты узнал, я давно забыл. Я ещё молодой, я молодым уже был. Я точно так же, как вы, любил играть на гитаре. Мы тоже песни кричали, когда все уже спали. Я знаю, был неправ, когда водил бесправ. Когда отдал свой голос яблоку на выборах. Когда хотел как лучше, но всё списал на случай. Когда решил, что без образования легче и лучше. Мы все учились в школах, мы поступали в вузы. И мы дружили со всеми, короче, жили в союзе. Смотрели сериал с комиссаром Катане. И песню года с группой Дюна и Булановой Таней. Мы тоже верили всем. В МММ покупали и даже воду через телевизор мы заряжали. Короче, в молодости все мы натворили делом. Под музыку без нос, стихи и без слов. Раз и навсегда, раз и навсегда. Это наша молодость, не только ты и я. Раз и навсегда, раз и навсегда. Это наша молодость, у каждого своя. Раз и навсегда, раз и навсегда. Здесь только мои мысли, здесь только ты и я. Раз и навсегда, раз и навсегда. А ну что ж, друзья, это было последнее выступление. И я приглашаю КВНщиков на сцену. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, самое интересное сейчас, точнее оценки за последний конкурс. Максимум 6 баллов. Открывали его КВНщики из команды КВН Саратов. Пять, шесть, пять, 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 четыре, шесть. Сборная Камазиакского края по КВН. Пять, четыре, пять, пять, шесть, шесть, шесть. Так, плохая компания. Четыре, пять, 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 четыре, шесть. МГИМО Москва. Все судьи шесть баллов. И закрывали конкурс команды КВН «Молодость» Красноярск. Шесть, пять, 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 шесть, шесть. Ну что же, друзья, подсчитывается результат игры. А я приглашаю на сцену главу города Красноярска Эдхама Шукревича Акбулатова. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, во-первых, я хотел бы поблагодарить Александра Александровича и творческое объединение АМИК за то, что они сотрудничают с городом Красноярском. Мне кажется, самое главное, то, что нам всем все понятно. И тем, кто на сцене, и тем, кто в зале. Шутки КВН искрометные, они понятны с полуслова, и в этом основное достоинство КВН. КВН – это игра, в которой нет перевода. Ее можно либо понимать, либо не понимать. Перевести ее на другой язык невозможно. Дорогие друзья, хочу поблагодарить от вашего имени все, без исключения команды, которые принимали участие в сегодняшней игре. Поблагодарить команды и, опять-таки, творческое объединение АМИК, благодаря которому ежегодно здесь у нас на сценах, на площадках нашего города проходит этот кубок. Этот кубок не города Красноярска. Это кубок КВН, в первую очередь. Это кубок тех зрителей, которые приходят в этот зал. Мне сказали, что надо долго говорить, потому что пока посчитают судьи. Ну, уже почти готовы. Итак, прошу, средний балл за последний конкурс, в общий счет. Средний балл конкурса «Фристайл». «Молодость» 38 баллов, «Пара по парам» 42 балла, «Плохая компания» 34 балла, «Саратов» 36 баллов, «Сборная Камызиакского края» 37 баллов. И общие баллы, итог игры. С результатом 98 баллов «Плохая компания», «Красноярский край». С результатом 105 баллов сразу две команды. «Молодость», «Красноярск» и «Сборная Камызиакского края» по КВН. 107 баллов у команды КВН «Саратов». «Саратов». И 109 баллов у команды КВН «Пара по парам», «ГИМО». И 109 баллов у команды КВН «Пара по парам». Спасибо большое. И еще всем участникам призы от «Универсиады», друзья. Прошу. Это все? Ну вот, примерно так. Ну что, замечательно, что кубок у нас стал ежегодным, и он набирает обороты. Надеюсь, что в следующем году все пройдет еще лучше и еще веселее. Спасибо большое главе города Красноярска. Ну и самое главное, друзья, спасибо большое вам, потому что именно ради вас все это и происходит на самом деле. Спасибо Красноярску, спасибо Красноярскому краю. Увидимся в следующем году в Красноярске и на сцене в Ишилиге. Пока. Удачи. Спасибо. 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 Продолжение следует...